Здравствуйте, уважаемые и дорогие бразильские кинозрители! Я рад приветствовать вас на открытии девятого показа фильмов советского российского кино, киноконцерна «Мосфильм» в бразильской синематеке города Сан-Паула, организованную киноконцерном «Мосфильм» и «Си-Пи-Эс Умес Фильмс». Это не первая уже наша совместная акция по продвижению и показу российского и советского кино в Бразилии, и для меня это большая честь, и я очень благодарю «Си-Пи-Эс Умес», всех, кто работает в этой организации, синематеку города Сан-Паула, за то, что они регулярно уделяют внимание нашему кино и знакомят их с нашим кином бразильского кинозрителя. Для нас это очень важно, поверьте нам. Я чуть-чуть буду подглядывать, потому что не все помню информацию, которую все-таки, я думаю, очень важно передать вам. Ну, во-первых, то, что без всякой подсказки, подглядки скажу, что сегодня открывается моим новым фильмом, показ этих ретроспективов моим новым фильмом «Хитровка. Знак четырех». Это совсем новая картина, она только-только была выпущена в России, прошла, на мой взгляд, весьма успешно у нас прошла. В общем, эта картина, это приключенческий детектив, это картина для развлечения, интертамент, как говорят наши североамериканские кинематографисты, и мне хотелось сделать картину, в которой зритель мог бы отдохнуть и, как говорится, следить за занимательным сюжетом. Вот эта картина будет представлена вам на открытии этой ретроспективы. В программе есть два важных момента. Это специальный выпуск «Латинская Америка», в котором будут представлены фильмы, которые сделаны на масс-фильмах, но которые так или иначе имеют отношение к «Латинской Америке». Это знаменитый фильм Колотозова и оператора Урусевского, авторов фильма «Летят журавли». Этот фильм «Якуба», мне кажется, это выдающаяся во всех смыслах картина, и она, конечно, представляет и сегодня большой интерес для латиноамериканского зрителя. Это также фильмы моего друга, к сожалению, ушедшего от нас чилийского режиссера, Себастьяна Аларкона. Я с ним вместе учился когда-то, очень дружил с ним. Он замечательный режиссер, чилиец, который нашел свою вторую родину у нас в СССР и всю свою, в общем, жизнь работал в Советском Союзе. Вот один из его фильмов «Ночь на Чили» будет показан тоже в рамках этой программы. А также еще один очень любопытный фильм, который, наверное, вы и не видели. Это фильм известного советского режиссера Витаса Желакевича «Это сладкое слово свобода». Он как раз рассказывает о... Сделан по мотивам того трагических событий 1973 года, того путчи, который был осуществлен в Чили. Также в этой программе вы увидите два фильма знаменитого... Не два, извините. Также в этой программе, повторюсь, вы увидите фильм нашего знаменитого комедиографа Леонида Гайдая, которому в этом году исполнилось 100 лет. Это один из самых популярных вообще кинорежиссеров в Советском Союзе и сегодня в Российской Федерации. Это фильм «Операция» и другие приключения «Шурика» вызывается. Это фильм очень популярный у нас в стране. Его до сих пор постоянно показывают по телевидению. Миллионы людей постоянно его смотрят. Я думаю, что этот фильм будет интересен тоже бразильскому зрителю для знакомства с российской комедией. Я хотел бы выразить благодарности. Благодарности людям, которые очень много делают для сотрудничества между Бразилией и Россией, которые очень много делают для того, чтобы организовывать и показывать российские фильмы в Бразилии. Я считаю, что это необыкновенно талантливые люди и, главное, искренне желающие добрососедских отношений между нашими далекими и в то же время близкими странами. Может быть, близкими как раз благодаря усилиями вот этих людей, о которых я сейчас говорю. Это представитель СПС УМЕС Фильмс Бернардо Торрес, это Сусанна Лещинский, тоже СПС УМЕС Фильмс, Лука Гидра, президент УМЕС, Валерию Бенфико, президент СПС УМЕС, посольство Российской Федерации Федеративной Республики Бразилия, и, конечно, моей благодарности и послу Алексею Казимировичу Лобецкому. Все эти люди действительно подвижники и очень много делают для того, чтобы мы лучше понимали друг друга. А кино – это, мне кажется, самый лучший язык, который понимают все народы и благодаря которому мы понимаем характеры наших народов. Еще раз спасибо вам за ваше внимание, еще раз хочу поблагодарить вас, и будьте уверены, что здесь, в России, мы испытываем самые теплые чувства к Бразилии, к бразильскому кинозрителю, а я персонально еще к Сан-Паулу и жителям Сан-Паулу я был в этом прекрасном городе. У меня остались самые замечательные воспоминания. Надеюсь еще когда-нибудь приехать и лично повстречаться с вами. Большое вам спасибо и желаю вам приятных просмотров. Спасибо.